3, 2, 1 Майкл, ты с нами уже 3 года. Какие у тебя чувства, когда ты в Украине с нами? На английском языке говорят «третий раз и снова очарован». Поэтому я хочу сказать, что я чувствую себя очень счастливым, очень взволнованным уже третий раз быть с моей командой в Киеве. Я хочу, чтобы ты знал, я люблю Киев, я люблю Украину, я люблю мою команду, я люблю людей, я люблю это окружение, я люблю ваши сердца, вашу душу, вашу смелость, я люблю свободу людей Киева. Для меня это честь, большая привилегия быть здесь, с моей командой. Майкл, на рынке очень много туристических компаний. Чем наш клуб отличается от аналогичных разных компаний, которые тоже продают круизы? Во-первых, хотел бы сказать, что причиной появления большого количества туристических компаний является то, что туристическая индустрия генерирует от 6 до 8 триллионов долларов. Круизы – 40 миллиардов долларов. 25 миллионов пассажиров были в круизе в 2017 году. Это большой бизнес, огромный рынок и невероятные возможности. Что я вижу в этих возможностях, так это то, что создается позитивный импульс, который меняет круизную индустрию. Она не развивается и не создает никаких инноваций. Сейчас самое подходящее время для бизнеса воспринять этот новый импульс. На сегодня создана очень хорошая ситуация принятия больших изменений для туристического бизнеса. Мы сделали большое изменение, создали членский бизнес, бизнес нового качества жизни, лидерский бизнес, помогающий людям развиваться и менять жизнь других людей. В этом и есть отличие «Инкрузис» от других компаний. Майкл, как ты видишь идеальную, идеальный образ человека, который преуспеет в «Инкрузис»? Топ-лидеры нашей компании имеют 2-3 общих качества. Первое. Наши лидеры живут, чтобы отдавать. Они хотят изменить к лучшему свои жизни, жизни членов своих семей и жизни других людей. Они хотят не только отдавать, но и служить людям. Второе. Наши лидеры любят путешествовать, хотят увидеть весь мир, взять семью в эти удивительные путешествия. То есть второе – это любовь к путешествиям и желание увидеть весь мир. Третье. Наши лидеры хотят быть хозяином своей судьбы. Они не хотят просто работать на кого-то. Они хотят иметь бизнес и быть его владельцем. Бизнес, где они создадут достаток и благополучие для себя. Лучший путь быть богатым – это быть лидером и владельцем бизнеса, контролировать свою судьбу. Когда я ехал по Киеву, я увидел надпись «Моя религия – это свобода». Наша религия – это свобода. Это все лидеры должны исповедовать. Итак, давай повторим опять. Первое. Любить путешествовать. Второе. Служить людям, помогать людям. Третье. Быть хозяином своей судьбы и создавать благосостояние, имея свой бизнес. Майкл, что ты можешь посоветовать тем людям, которые еще не уверены в своей позиции прийти в клуб, и какие ты дашь им советы? Мой совет таким людям. Всегда возникает что-то новое. Всегда появляются новые возможности. Артур Шопенгауэр, как вы знаете, известный философ, говорил, каждая новая возможность, каждая новая идея проходит три фазы. Первое. Ее высмеивают. Второе. Ей усиленно противоречат. И третье. Идея становится очевидной. Это происходит и с нами. Инкрузос находится между второй и третьей фазой. Мы находимся на третьем году. Мы растем, развиваемся и с каждым годом становимся все больше и лучше. Но нас по-прежнему иногда опровергают, ставят под сомнение. Но мы уже самоочевидны. На сегодня мы присутствуем в 167 странах мира и говорим на пяти языках. Итак, каждая новая идея имеет сопротивление. Каждая новая идея не доверяет. Майкл, давай все-таки вопрос о ценностях нашего клуба и культуры. Какие ты видишь вот эти вот моменты в ценностях компании? Корпоративная культура – это часть нашей компании. Да, мы имеем фантастический продукт. Да, мы платим людям очень достойные деньги. Но я считаю, важнее всего это наша культура. Наша культура – это то, что нас отличает. Первое, мы живем, чтобы отдавать. Второе, мы доверяем и уважаем друг друга. Это партнерство. Это настоящее партнерство. Ты живешь, чтобы давать. Добавлять в жизнь ценности. Это наша культура. Добавлять в жизнь ценности. Помогать, служить. Не брать. Когда ты добавляешь ценности, даешь партнерство и хорошие отношения продлятся надолго. Если ты идешь на отношения только для того, чтобы взять, то партнерство будет недолгим. В этом наша культура. Первое, жить, чтобы отдавать. Второе, доверие и уважение. Третье, продолжать развитие лидерства. Два слова. Продолжайте развиваться каждый день. Каждый день становитесь лучше. Каждый день улучшайтесь. В этом наша культура. В этом и есть наши отличия от других компаний, от других индустрий. Майкл, партнеры переживают. Хватит ли денег у компании, выплачивая такие щедрые комиссионные? Во-первых, компания создана надолго. Я построил несколько бизнесов на 100 и более миллионов долларов и никогда не терял деньги инвесторов. И я не терял деньги акционеров. И в моем возрасте я не собираюсь начинать это делать. И что самое главное, это продолжать делать то, что мы делаем. До тех пор, пока мы будем выполнять намеченные, до тех пор, пока мы будем делать то, что мы делаем, насколько долго мы будем сотрудничать как партнеры, это будет длиться вечно. Это должно быть навсегда. Мы имеем продукт, который все хотят. Это путешествовать. Круизные линии сейчас быстро строят новые лайнеры. Деньги остановятся, когда вы перестанете развиваться. Когда ты, Роман, как лидер, перестанешь развиваться, тогда остановятся деньги. Когда твои лидеры перестанут развиваться, тогда деньги остановятся. Когда вы будете продолжать развиваться персонально, профессионально каждый день, деньги будут продолжать переходить постоянно. Деньги – это энергия. Как только вы будете с позитивной энергией развиваться каждый день, компания будет продолжать развиваться каждый день. Это как история любви. Она имеет сильное начало и никогда не заканчивается. Поэтому деньги – это энергия. Если это позитивная энергия, и она растет, то и деньги продолжают пребывать. А если эта энергия негативная, которая останавливается, то и приток денег остановится. Мы имеем бизнес, который каждый хочет. И я чувствую, я очень уверен, оптимистичен и убежден, что наш бизнес будет развиваться вечно. Майкл, ты вел телешоу и знаешь очень много известных, успешных людей. И самый яркий, тот человек, которого мы знаем, это Энтони Робинс. Это твой друг, ты вместе поднимал бизнес с ним. Скажи, пожалуйста, если кто-то захочет стать вторым Энтони Робинсом, успешным, известным, богатым, есть ли у человека такие шансы, что ему нужно сделать? Либо это исключение из самородок в жизни, или можно повторить? Вещи, о которых я узнал за то время, что я провел с Энтони, а это 8 лет, с 1987 по 1995. Очень ценный для меня. Тони учил принципам, которые называются моделирование. Моделировать, дублицировать. Но Тони не хотел, чтобы все были, как Тони Робинс. Это важный месседж. Я думаю, что Тони хочет того же, чего хочу и я. Я не хочу, чтобы люди шли за кем-то, были ведомыми. Я хочу лидеров, которые будут вести за собой людей и иметь свою лидерскую индивидуальность. Я не ищу посредственного лидера. Я ищу лидеров, которые хотят быть лидерами, которые хотят быть личностями. Несколько слов о моделировании, умении моделировать и учиться у других людей. Первое. Ты можешь моделировать, учиться и верить. Во что люди верят? Многие успешные люди, которых я знаю, верят в себя. Они верят в свой продукт, в бизнес, в услуги, которые они предлагают. Они верят, что это также важно и для большинства людей. Это первое. И второе. Большинство успешных людей моделируют и живут, чтобы давать. Они проделывают огромное количество работы, чтобы давать и менять жизни людей. Если бы Тони был здесь, он бы сказал, «Роман, Майкл, будьте лидерами, которыми вы желаете быть. Будьте лидерами, за которыми последуют люди, которые нужны людям. Действуйте, будьте сильными, верьте в себя, и люди последуют за вами». Это и есть его основной месседж. Тони не хочет, чтобы люди пытались стать похожими на него. И я не хочу, чтобы люди были такими, как я. Я хочу, чтобы люди жили хорошей жизнью. Я хочу, чтобы люди были лидерами, такими, какими они хотят. И имели возможность выделяться среди других людей. Это урок, который я получил, работая у Тони Роббинса. Какие ты видишь перспективы в будущем нашей компании? Может, у тебя есть какие-то задумки? И на нашем семинаре в Киеве ты произнес, что, возможно, у нас будет свой лайнер. Думал ли ты, как ты назовешь этот лайнер? У нас будет светлое будущее. Большое будущее. Круизные линии – самый быстро развивающийся сегмент, около 22% в год. Это быстрее, чем бизнес по аренде машин, быстрее, чем отельная индустрия, быстрее, чем курорты. Это быстро развивающаяся 68-триллионная индустрия. Круизные линии продолжают строить большое количество огромных по размерам лайнеров. За 2017 год 25 миллионов пассажиров побывали в круизах. Всего лишь около 2% людей по всему миру были в круизе. Европа – менее 2%. В Украине, может быть, 1% вашего населения ездили в круиз. А это значит, что мы имеем 98% людей, которые хотят путешествовать и посмотреть мир. Это огромный потенциал. И иметь потрясающее путешествие по цене, которое они нигде больше не смогут найти. Поэтому у нас яркое будущее. И на сегодня мы не владельцы круизного лайнера, не владеем круизной линией. Но, может быть, мы это сделаем. Однажды, может быть, мы это сделаем. И это будет блестящее будущее для нас. Сейчас наша модель позволяет нам быть партнерами круизных линий. Потому что они тратят свои деньги, они строят круизные лайнеры, они платят зарплату их сотрудникам, они обеспечивают питание на борту. Мы не переживаем за эти детали. Они тратят много денег на рекламу. А мы предлагаем наше членство клуба, и у нас лучшие цены. Поэтому сейчас наш секрет состоит в том, что круизные линии делают то, что они делают. А мы делаем то, что мы делаем. Вот почему у нас будет чудесное будущее, которое продлится на долгие годы. Нас привлекают круизные линии, и круизные линии привлекает компания InCruisers, так как мы приглашаем большинство людей, которые никогда раньше не были в круизе. Мы привлекаем на круизные линии в основном новых клиентов. Те, кто были раньше в круизах, скептически относятся к нашей модели. Исходя из этого, мы привлекаем совершенно новых клиентов. Каждый раз, когда ты привлекаешь кому-то новых клиентов, они любят тебя. Это первая причина. Вторая причина – это то, что мы обещаем, что взамен люди InCruisers смогут ездить во все круизы с многочисленным разнообразием круизных линий. Мы не хотим концентрироваться только на одной круизной линии. Мы не хотим концентрироваться даже на двух круизных линиях. У нас есть возможность пользоваться более 5000 круизными маршрутами. И круизные линии хотят, чтобы мы посещали столько круизов, сколько мы можем охватить. Они хотят новых клиентов. Они хотят, чтобы мы путешествовали. Они хотят, чтобы мы пользовались услугами всех круизных линий. Они не хотят, чтобы мы ездили только с одной или двумя круизными линиями. Вот как это работает с двух сторон. Они не хотят тратить много денег на рекламу бизнеса, который мы им приносим. Я думаю, ты понял. Круизные линии тратят 300-500 миллионов долларов на рекламу каждый год. Мы, как InCruises, приносим им бизнес. Они не тратят денег на рекламу для наших клиентов. Им не нужно рекламировать наш бизнес. В этом и есть наше партнерство. Майкл, и в конце я хочу, чтобы мы обратились к нашим будущим партнерам. И, может, ты когда-нибудь придешь в InCruises, и тебе президент даст совет, почему тебе нужно быть в InCruises. Первое, что я скажу, это добро пожаловать. Вы в правильном месте и в правильное время. Два вопроса я хочу вам задать. Первый, вы даете нам свое время, свою репутацию, ваши связи. И в обмен на это мы обещаем, что мы будем уважать ваше время. Мы обещаем, что мы будем уважать ваши связи. Мы обещаем, что будем уважать вашу репутацию. Но самое важное, что у вас есть, это ваше время. Это самый важный ресурс. Иногда у вас нет достаточно времени. Мы ценим вашу личность. Мы ценим ваши связи. Мы ценим вашу репутацию. И я обещаю вам, как новому партнеру, в обмен на ваше время, в обмен на вашу репутацию, в обмен на ваши связи. Я обещаю вам, что я дам вам компанию, которая достойна вашего внимания на долгое время. Это мое обещание. Мы изменим вашу жизнь, жизнь вашей семьи и всему, кому вы презентуете нашу компанию на долгие годы. Я ценю вас, кто вы есть. Спасибо за доверие, спасибо за ваш подарок, ваши связи. Давайте будем изменять жизнь стольким людям, скольким мы сможем. Это gift of your relationships. Let's go make a difference for as many people as we can. Спасибо. Michael, спасибо. Благодарю тебя. Да здравствует Инкрузис и успехов нам вместе. Thank you. Спасибо, спасибо. Чакою, thank you. Инкрузис. Let's go. Пожли.